Бабушке побеждает зло в виде монстров. Что вообще происходит? Майни, вновь с вами. Всем привет и сегодня с реакцией на Мистери Форса и его ролик. Жуткие мультфильмы, страшные мультики, все как мы любим, все как вы любите. Погнали смотреть. Господи, как же я за*** искать смысл там, где его возможно даже... Вот это начало. Что это? Но с другой стороны, то, что я нахожу, в итоге вам вроде как нравится, и с такой вот поддержкой я... Вот это я понимаю поддержка. Правильно, ребята, что лайки ставите, это очень круто. Смысл там, где его даже нет. Например, вот здесь. Не, ну ладно, это уже какой-то перебор. Давайте что-то более по земле. What the fuck? Мадам Тутли Бутли. Не судите по названию, там будет момент, за которым мне еще прилетит желтый значок, но об этом чуть позже. Итак, начинается с железнодорожной станции. Нам показывают кучу вещей, я бы даже сказал тучу, и, конечно же, владельцы этих вещей. Мадам Тутли Путли, которая собирает только малую, почему-то, часть, и садится в поезд. Там она тихо, мирно читает свой журнальчик, и краем глаз... Как, знаете, сказал девушке, собирайся бы им ехать в отпуск. Путуруту всю квартиру вынесла, шкаф. ...за своими попутчиками. Например, наверху расположились вот такие вот мужчины, которые играют в шахматы. Играют, конечно, громко сказано, но не суть. Напротив нее также сидит старичок, какой-то малый с книгой «Как уничтожить врага», и еще вот такой вот самец. Почему малый выглядит старее, чем все остальные? Намекающий нашей героине на... Ну, вы понимаете, да? Да. Наступает ночь, и непонятно почему, но поезд останавливается. Наша мадам пытается понять, что происходит. Она открывает окно и видит какой-то странный синий свет, проносящийся под поездом. Она, естественно, пугается, но почему-то не выходит спросить, что это за хуйня. Я только что была... Да нормально. ...за помощью, а просто садится на свое место и начинает писать письмо. Что с этого вылазит? Однако ее отвлекает мотылек, и не только мотылек. Эм... Внезапно за дверью мадам замечает чью-то медленно подкрадывающуюся тень. Понимая, что вряд ли это желающая предложить чаек проводницам, мадам берет в руки оружие. Но враги оказываются более смешленными и заливают всю кабину усыпляющим газом. А еще, кстати, в это время поезд сбивает оленя. Не знаю, насколько это важное уточнение, но пускай будет. Короче говоря, мадам снова просыпается, но уже в абсолютно пустом вагоне. Ни вещей, ни людей... Вот так, стыбрили вещи. За что я забирал их всю жизнь? Ничего. Верните мы кого-то. Потому что стоило мадам моргнуть, как перед ее глазами появляется тело того самого извращенца. И да, вот тот самый момент, за который мне вот сейчас прилетит эти монетизации. Поэтому я искренне надеюсь, что вы меня поймете. Но я хотел бы рассказать вам о игре, о которой наверняка многие из вас слышали. Однако, которая со временем запуска кардинально изменилась. Это Warface. Игра хорошая, нормальная. Ну, я ничего не против этих игр не имею. И вообще ничего против игры не имею. Играйте в что вам нравится. Вкусы бывает... Ну и что ж, осталось нам совсем немного. В ужасе от увиденного мадам тут липут ли... Там, если что, я зацензурил. Потому что я хитрый пенис. Но там, короче, все нормально. Там все нормально, там просто погладили ему животик. С одного вагона вдруг у нас потыкается, она падает, плачет, видит моталька, он летит на свет. Конец. Что мы только что посмотрели, будет логичным задать вопрос. Давайте разбираться. Признаться честно, обычно я разбираюсь сам во всем вот таком вот просмотренном дереве. Но тут мне пришлось отправиться на поиски отзывов. Потому что... Ну сложно, блядь. И знаете, больше всего мне нравятся отзывы вот таких вот псевдоумников. Может, типа, поездка в последний путь, типа, там... В процессе просмотра я испытал много эмоций. От восторга до отвращения. Ни одно произведение за последние несколько лет не вызвало у меня... Вот это интеллектуальная элита явно. Нет слов, чтобы описать увиденное и прочувствованное. Да, я эти глаза... Мне классика, но я не понял. Глаза живые, заплаканные, полные невыносимой тоски, страха, отчаяния. 17 минут меня не покидало чувство тревоги, которое нарастало и нарастало. Соседи по купе, остановка поезда посреди леса, сам ночной лес, воры. Все гениальное просто и кратко. Ни один трехчасовой блокбастер не подарит вам столько же эмоций. И я уверен, моя оценка 10 из 10. Блядь, а можно сначала объяснить, что тут именно гениального? Помимо глаз и остановки поезда, конечно. А потом уже разбрасываться своими 10 из 10. То есть... 12 из 10 геймплей на кончиках пальцев. Вот таких вот комментариев их реально дохрена. Сюжет на кончиках. Он будет потом описывать Death Stranding Кодзимы. Ну да ладно, отошли мы что-то от темы и извиняюсь. Короче, как вы понимаете, я, да, почитал отзывы о данной короткометражке. Многие сходятся на мысли о том, что, скорее всего, вещи, показанные в начале, показывают весь жизненный путь, пройденный мадам Путли Путли. Возможно, это и так. Какой-то грустный жизненный путь, одни шкафы, зеркала. То есть, как символ жизненного пути. У всех у нас есть отправная точка и у всех у нас есть конечная остановка. Тем более, я уже упоминал об этом в прошлом ролике, поэтому мне сейчас будет чуть проще отталкиваться от всего, что показано здесь. И вот давайте, как в случае с Даргию, проведем параллели с комой или со сном. Ведь все, что происходит после того, что наступает ночь, это полный сюрреализм. Какой-то свет, какой-то усыпляющий газ, кишки, висящие на проводах люди, олень. Все крайне странно и маловероятно, малореалистично. Плюс мотылек. Если почитать о его значениях в разных культурах, то ты в первую очередь п***ся от того, сколько у него значений, а уже во вторую очередь поймешь, как часто бабочку преподносят как символ рождения, смерти, перерождения и так далее. Плюс эпизод, когда... Ну, я, в принципе, был бы частично прав. Да я гэнни, гэнни, непризнанный. Кодзима это я. Если я сниму кепку, вы сразу поймете, что я Кодзима. Я делал Death Stranding. Вы что, хотите наскорить? Metal Gear. Silent Hill. Ну и есть еще не до конца понятные для меня моменты. Во-первых, это кишки, да, хз, зачем они были добавлены. Возможно, у нашей героини отказываются какие-то органы. Чисто для антуража. Во-вторых, ее попутчики. Можно предположить, что попутчики так же, как и ее вещи, это ее пережитки прошлого. То есть, что вещи символизируют память, что люди. О ком-то у нее приятные воспоминания, о ком-то не очень. Но, что точно ясно, в конце главная героиня все-таки умирает. Даже бабочка, которая проводит ее на свет, приобретает силуэт женщины с крыльями, будто бы показывает душу. А может быть, я все бред этот говорю, и может быть, у вас теория намного интереснее, а может быть, тут вообще нет смысла. Как знать, как знать. Второй мультфильм. Чисто для антуража все сделано, чисто, чтобы все думать, что происходит, тут есть смысл, тут есть смысл. А знаете, автор чисто такой, от себя тяну, сделал. Такой думает, пусть я думаю, что тут есть смысл. Сделано максимально странное. И все будут думать, что я гений. Так и рождается гений. Ну, потому что не люблю я, когда в мультах нет скримера. Что это? Что это? Дима! Дмитрий! Ну, это довольно мило выглядит. Ого. Чисто рыбенок. Не надо. Не бери куклу! Постой! А там ее куклы возьмут. Я обнимаю. Обращаю внимание, как я уже говорил, ни на что. И, как итог, она становится запечатанной в этой самой кукле. Конец. Да, согласен, немного тут жути. Да и тема, поднимаемая в незнакомую вам всем с детства. Не заходи в незнакомые места, не бери чужое. Все это, по сути, пытается донести мультфильм. Поэтому, к сожалению, ничего больше сказать не могу. Разве что анимация выглядит очень, очень круто. Ну да, анимация, если говорить, неплохо. Только что просмотрена анимация. Ну, то есть, чтобы вы не писали. Блядь, Дима, это не было страшно. Предлагаю посмотреть Спук Трейн. Спешу. Я знаю. Это же того же автора, который мы смотрели. Вот этот трэш. Всех моих чувствительных зрителей. Это не главный герой. Не переживайте. Он сейчас скоро... Нет. Вот сейчас буквально следующий кадр. Классно. Вот, выбегает какой-то пластилиновый кабан. Джо, я к тебе обращаюсь. А ты вообще вкуриваешь, что ты все еще не женат. Потому что ты все еще втыкаешь с мамкой. Это его мамка, если что. Я не хотел бы, чтобы ты постоянно напоминал мне, как печаль на мои дни одиночества. Мама, блядь. Прости, я просто... Если бы ты... Если ты такой же, как твой брат, я даже не знаю. Я не такой, как Тони. Мама, не надо драматизировать. Тони, если что, это вон тот чувак с разноцветного прайда, так сказать. Уже поздно не забыть принять свои лекарства. А ты уверен, что это те таблетки? Да, мама, это те таблетки. Осторожней. Я вернусь. Увидимся завтра. Можешь не возвращаться, пока не найдешь хорошую девушку. О боже, ты забыл закрыть шторы. То бишь, слышим шон. Надеюсь, озвучка заслуживает вашего лайка. Дальше озвучивать нечего. Слава богу. Только экшон. Итак, наступает ночь. Наша бабуля уснула. Так и не решив кроссворд. Однако, ее тревожит внезапно скрип. Бабуля просыпается и все же решает сама закрыть шторы. Мало ли какие извращенцы могут ходить за окном. В принципе, все правильно делает. Но как только она подходит к окну, в это самое окно начинает кто-то стучать. Вот знаете что? Вот поэтому я не люблю одноэтажные дома. И как бы стрёмно, блин, жить в них. Я помню, столько историй всяких читал. На реальных. Когда вот, ну, особенно в Америке, знаете, вот эти всякие городки, там, где много одноэтажных домов. Это вроде так круто и классно, пока ты там не стоишься одиночью. Мне кажется, это уже стрёмненько. О, ты ёкарный. Бабка начинает в конвульсиях биться, но все же миссию она завершает успешно. И закрывает это к**чее окно. Она отползает к своему спальному местечку, но не тут-то было. Позади нее открывается дверь и оттуда выползает вот это. Что это? Ну, а дальше начинается уже полнейший трешняк. Я, конечно, уже смирился с отсутствием монетизации на этой рубрике. Но вот 18+, я точно не хочу. Поэтому включаем черно-белый режим. И рассказываю вкратце. Бабуся начинает к*****ться с этими монстрами. И это не тот случай, когда добро в виде бабушки побеждает зло в виде монстров. Нет, зло сначала кусает бабуле ногу, потом голову, а потом и вовсе все. Короче, всем любителям Тарантино советую посмотреть. Но это еще не конец. Бабуля какого-то хрена все еще дышит, хоть и с трудом. Но после ее засасывает улица. Как бы это странно ни звучало. Что? Там туалет, тут улица. К чему автор клонит? У него фобия туалетов и открытых окон? Подумал я при первом просмотре. Но оказалось, что там еще полминуты очень неожиданного поворота. На самом деле, если она оказывается в геем, она мирно умерла во сне. Признаюсь честно, я даже посмеялся о такой концовке, но и это оказалось не концовка. А вот это уже конец. Как же все-таки я люблю пластилиновый трэш. И да, кстати, следующий выпуск будет не совсем обычный. Сразу говорю, потому что я его уже готовлю. Я поэтому уже знаю, что он будет необычный. Так что, если ждете и хотите видеть быстрее, то вы знаете. Трэш. Это какая-то дичь. Что этим хочет сказать автор? У него боязнь окон открытых. Особенно туалетов он точно боится. Это 100% инфа. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь. Смотрите, там не зацензуренную версию. Точнее, там только черно-белый фильтр. У меня Ютуб сильнее не любит. Поэтому мне приходится с назой чуть больше. Извиняюсь за это. Такие реалии Ютуба. Реально, такие реалии Ютуба. Особенно на моем канале. Очень сложно сейчас по-другому. Подписывайтесь, опять же, на Мистери Форс. Не забывайте, это очень важно. Также помните, что у него есть оригинал. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. И будьте вообще молодцами. Мне будет приятно. Все. До скорых встреч. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok